Это история Леонида Млечина для тех, кому небезразлична наше прошлое. Когда я слышу, что рядом с каким-то властителем появился новый Распутин, я понимаю, что дело плохо, поскольку настоящий Распутин не делал решительнее ничего из того, что ему приписывалось. И когда кому-то кажется, что возле того или иного властителя появился человек, который манипулирует им, как мифический Распутин некогда манипулировал императором Николаем II, я понимаю, что люди не хотят разбираться в том, что происходит. Сейчас Распутина обнаружили в окружении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Его помощника Доминика Каминса наделяют какими-то сверхъестественными качествами, называют его политическим убийцей, серийным провокатором, башебусуком, игроком. Возможно, на людей действует то, что Доминик Каминс когда-то пробовал свои силы у нас здесь, в России, приехал сюда заниматься бизнесом. Как я понимаю, ничего не получилось. Он вернулся домой и дома преуспел. Он был главным архитектором референдума, который привел к тому, что большинство жителей Великобритании проголосовали за выход из Европейского Союза. И теперь все это приписывают этому человеку. По-моему, ему очень нравится предстать перед обществом в роли того, такого невероятного манипулятора, который способен управлять целым государством и целым народом. А люди охотно в это верят, потому что нам всегда кажется, что есть некая высшая власть, что есть люди, которые манипулируют нами и играют. На самом деле ничего такого нет. Григорий Ефимович Распутин точно не играл той роли, которую ему приписывают. Если бы только он сам не рассказывал о том, что это он управляет Россией, императрицей, самим императором, если бы только ему не поверили, если бы только люди не наделяли кого-то такими сверхъестественными качествами, все сложилось бы иначе. И сам Григорий Ефимович Распутин жил бы долго и, возможно, счастливо, и многие другие люди остались бы живы. И, может быть, судьба Российской империи сложилась бы иначе. Но, к сожалению, ему поверили. Нашлось огромное число людей. Одни завидовали Распутину, другие хотели его использовать, третьи его ненавидели, четвертые действительно, как это было всегда и до Распутина, и после, верили в сверхъестественные силы, и получилось все очень неудачно. Откуда вообще взялся Григорий Ефимович Распутин? Все дело в том, что мальчик, наследник престола, цесаревич Алексей, ребенок, родившийся у императрицы Александра Федоровна в разгар русско-японской войны, был болен гемофилией. Это неизлечимая болезнь, означающая несвертываемость крови. В наше время, при нынешнем развитии медицины, такому человеку можно помочь, а тогда не было никакой возможности не только спасти его, но и даже облегчить его страдания. Происходило вот что, это же мальчик, он бегает, он падает, он ударяется, и через какое-то время начинается внутреннее кровотечение. И вся медицина, и Россия, и Европа была абсолютно бессильна. И можно было себе представить страдания родителей, когда стало известно, что Алексей Болин гемофилией, как сказал один из придворных императоров, в один день постарел на 10 лет. И ничто для них не существовало более важного, чем судьба этого несчастного мальчика. Императрица была очень набожным человеком, и она искренне верила в то, что и обращение к Всевышнему рано или поздно поможет, и Всевышний пришлет ей кого-то, кто облегчит ее страдания. И в этот момент ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Феофан привел к императору и императрице, тобольского крестьянина Григория Федоровича Распутина. Епископ был в восхищении от него, говорил, что истинная вера вот в таких людях. Распутин пришел в тот момент, когда у ребенка, как мы теперь понимаем, заканчивался приступ. Ему, Алексею, стало легче. И эта мать, которая думала только о благе ребенка, связала с приходом Григория Распутина. И с этой минуты все переменилось. Она поверила в то, что этот простой человек и есть носитель высшего начала, что он не спослан Богом для нее, чтобы облегчить ее страдания. Был ли наделен Григорий Федорович Распутин какими-то сверхъестественными данными? Я сильно сомневаюсь. Но некий дар психотерапевтический у него явно был. Но мы все встречали таких людей, которые умеют не только расположить к себе собеседников, но и как-то расслабить и помочь им. Что-то такое в Распутине было. И это имело огромное значение для страдающих родителей. Сам Григорий Ефимович Распутин, несмотря на отсутствие образования, провинциальность, был человеком очень сообразительным и тонко чувствующим. Он внимательно слушал, что говорят императоры, императрицы, что говорят при дворе, и старался повторять то, что было бы приятно императору услышать. И императору нравилось, когда он услышал то, что ему хотелось услышать. Говорят, что император действовал по указке Григория Распутина, что он назначал тех министров, которые советовал Распутин, что император вообще был таким безвольным человеком, которым можно было управлять. Это огромная ошибка. Император Николай считал, что он ответственный только перед Всевышним, и был абсолютно самостоятельным в принятии решений. Не любил, когда давали ему советы, и часто их отвергал по принципиальным соображениям. Но он никогда не ругался, не делал выговоры. Он принимал министров, выслушивал, потом, как они сами рассказывают, произносил какую-то незначащую фразу или подходил к окну и закурил. Это означало, что аудиенция закончена, а на следующий день министра увольняли. У императора Николая были ясные представления о том, что он хочет делать, и он подбирал тех людей, которых считал достойными. Сергей Юрьевич Витт или Петр Аркадьевич Столыпин были главами правительств. Он назначал их председателями Совета министров не потому, что они ему нравились, они ему оба не нравились, но он понимал, что они оба выдающиеся политики, и они должны руководить страной, и они двинули Россию вперед. Почему Григорий Ефимович Распутин возбуждал такую ненависть в стране? Это результат тех настроений, которые широко распространились в русском обществе в годы Первой мировой войны. Война есть война, и хотя Россия ее выигрывала, хотя Россия была среди победительниц, хотя в Первую мировую немецкий сапог русскую землю не топтал, война все равно это неприятности, это ограничения, это некая скудость, это раздражение. И огромное число людей было в раздражении, их раздражение выплескивалось на императора, они искали слабое место. Какое слабое место? Некий странный человек, который находится рядом с троном. И множество разнообразных слухов распространилось по стране, что не только Григорий Ефимович Распутин влияет на императора, но что у него роман с самой императрицей. Рассказывали, что когда в первые годы Первой мировой войны появилась же кинохроника, ходили в кинотеатр смотреть на ход боевых действий, и когда появлялись кадры, на которых император вручал отличившимся солдатам Георгиевские кресты, обязательно кто-то в зале ехидно говорил, ну, конечно, царь с Егорием, а царица с Григорием. Рассказывали, что Григорий Распутин спит с императрицей, с ее детьми, бог знает что, и карикатуры такие распространялись. Это не имело ни малейшего отношения к реальности. И те, кто распространял эти слухи, тоже об этом знали. Но они нащупали слабое место. Странный человек у трона, немка на троне. Все вспомнили, что она немецкая императрица, хотя Александра Федоровна была русской патриоткой, глубоко преданным России человеком, глубоко православным. Все это не имело никакого значения. Нашли слабые места, чтобы атаковать императорский трон. И эти слухи распространялись и распространялись. Огромное число людей возненавидели Григория Распутина. А ведь на самом деле он находился под бдительным полицейским наблюдением. Не только охраняли его по просьбе императора, но и внимательно присматривались полицейские отчеты. Он не делал ничего из того, что ему приписывалось. Он не был вовсе ангелом. В прежние советские времена вызвали бы его на портбюро, бы разбирались с ним за злоупотребление алкоголем, за всякие непотребства. Но это не входит в состав уголовных преступлений. Нет в уголовном кодексе статьи, который за это наказывал бы. Григорий Распутин не сделал ничего плохого для России. А советы у него были самые разумные. Он единственный из окружавших императора людей, кто настоятельно советовал ему не вступать в Первую мировую войну. Император тогда сильно обиделся на Распутина. Но лучше бы он прислушался, и многие остались бы живы. Григорий Распутина убили в декабре 16-го года. И люди, которые его убили, гордились тем, что они свершили. Не понимая, что убивать человека без суда и следствия есть преступление. И стоит только начать, потом не остановишься. Пройдет всего два месяца после смерти Распутина, рухнет Российская империя и начнут убивать людей без суда и следствия, в том числе тех, кто так радовался смерти Распутина и кто считал, что правильно сделали, что его убили. Пожалуй, только один император Николай II, тогда узнав о смерти Григория Ефимовича Распутина, возмутился тому, что убили невинного человека. Как в воду смотрел, погибнет и он, и императрица, и цесаревич Алексей, и другие императорские дети. И те, кто их убьют, будут радоваться тому, что они свершили так же, как радовались убийцы Григория Распутина. Но главное состоит в том, что прошло уж больше ста лет после убийства Распутина, а мы по-прежнему склонны находить вокруг себя некие мифические фигуры, которые управляют нашей жизнью. На самом деле за этим стоит нежелание наше разобраться в том, что происходит, понять ясно мотивы действия людей, поступков, их свершений, их деяний. Не хотим разбираться в том, что происходит вокруг нас, анализировать происходящее, а удовлетворяемся тем, что находим Распутина. Но это, впрочем, не делаем не только мы, но и в данный момент англичане тоже. Но мы с вами и дальше будем обращаться к историческим фигурам, которые, как мы видим, не уходят в историю, а судьба их помогает нам разобраться и в дни сегодняшних. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube.